Здравствуйте дорогие друзья, с вами Новка Зуков Фэмили и мы продолжаем проходить Макса Пэйна 2. Присаживайтесь поудобнее, ставьте чайчик-кофеёчек, не забывайте про репосты, про лайки, а мы, как говорится, погнали. Всем приятного просмотра, полный вперёд. Я на месте, немного осмотрюсь. Так, а как телек рубить, никак? Так, ну ладно. Картины какие-то. Здесь ничего. Даже есть это, отображение. Ноут. А почему нельзя взаимодействовать? В первой части можно было... Иду наверх. Толпу остаться ни единой бумажки, ни единой фотографии, как будто ничего и не было. Приказ Кауман, пусть копам покажется, что здесь образовалась чёрная дыра... Остановись! Мы опоздали. Он уже мёртв. Пора осматриваться. Уходи оттуда. Уборщики идут к тебе из Виккибеля. Я не мог уйти, не прихватив ни единой улики. На снимке группа мужчин на фоне особняка. Там был Каркаран, там был сенатор Гейт. И Альфред Уоден тоже. Всё оказалось правдой. Здесь действительно был замешан внутренний круг. Ага. Так. Вот гады. Мерзкие, блядь. Так, подожди. Ааа, здесь ничего, да? Молодый. Молодый. Молодым. Молодым. Ладно. Там мне как бы не водичка нужна, ну да ладно. Так. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Чего пока прям на пианино поставили. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА А от этого всегда дёргаешься, устаёшь. Когда внезапно надо действовать, ты не готов. А у нас полно адреналина в крови. Мы на всё готовы, и нам всё по зубам. Хоть коп, хоть крутая тёлка, хоть маньяк убить. А на опаснее этого копа мы справимся. Да, он обо всём подобыт. Моно, что дальше? Высказали ещё уборщика. Блин. Как раз вовремя. Нафиг пошёл, чёртяло. Серьёзно, но вниз. Ладно. Окей. Окей. Вниз, так, вниз. Так, подожди. ФПшечки. Так, а тут разбивается? Да. А в первой части не разбивалась. Ну, это ж первая часть. Не сравнится со второй. Ты же будешь очень смеяться, но забьёшь меня, уборщики. Справа. Весь кабинет. Спасибо. Адрес неизвестен. Продолжается. Куда бы я ни шёл, вокруг начинали звонить таксофоны. Наконец я набрался смелости и снял толку. Джон, беги. Он идёт за тобой. Они уже рядом. Джон, я люблю тебя. Не сдавайся. Я не сдавался. Я всё время слышал в голове её голос. Он указывал мне дорогу. Я проследил за своим двойником до шикарного ночного клуба «Розовый фламинго». Там подавали фирменные коктейли со скидкой. Я понял, что фламинго как-то связан с моим двойником. И стриптизёрша была как две капли воды, похожа на мою девушку. Люди-зерки нашли меня. Я бежал. Остановите его. Вон он. Остановите его. Ты не сбежишь. Мы найдём тебя. Тебе некуда бежать. Зерка обладал значительным влиянием в Нуар-Йорке. Его люди, облачённые в белое, охотились на меня. Они выглядели такими чистыми. Они гнались за мной в чёрных фургонах с изображением фламинго. Я бежал. Привет. Вы позвонили в опасные связи. Позвоните 555-киска, когда захотите перейти от слов к делу. Наши девочки ждут вашего звонка. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Наш план полетел к чертям. Мне нужно было придумать, как спуститься на первый этаж. Компик. А по делику что-нибудь есть? Понятно. Ладно. О, ДХПшки оказались. Компик. Каффман. Ага. Хорен тебе. Слабак. Так. Слабак. Слабак. Так. Да сколько вас там? Что? Что? Типа нам лифт? Это намек? Это намек. Ох. Возможно. Не окей. Почему она вообще пришла ко мне? Ей была нужна помощь? Или что-то о чем она мне не сказала? Полиция Нью-Йорка. Не с места. Спокойно. Не двигаться. Пейн, что ты делаешь? Что ты делаешь? Вопрос на миллион долларов. И ответа у меня не было. О чем ты думал? Ты вообще думал, а? Шел по следу. Она мне помогала. Очнись. Она в розыске по подозрению в убийстве. Я пытался спасти людей от уборщиков. Мое дело и дело Уинтерсон связаны. Санатор Гейтер решили эти уборщики. Да. Дела связаны. И Уинтерсон возьмет оба. Она с тобой не согласна. Я делал то, что должен. Прости, Пейн, но для твоего же блага сдай оружие. Замешься бумажной работой. Для начала напиши отчет, что все-таки случилось в верхнем эсценте. Я заигрывал с противником. Зашел слишком далеко. Миг на осознание, как в мультфильме, где герой, прежде чем рухнуть с высоты, зависает в воздухе. Сходи к врачу. Ты совсем невменяемый. Как созреешь для анонимных алкоголиков, поговорим. Соберись. Да, позови кого-нибудь. Пусть тут приберут. Я сходил с ума от злости. На себя. На Бравуру. На Мону. Стоила ли она этого? Не завидую я тебе. Шеф просто рвет и мечет. Незачем туда заходить. Дай ему остыть немного. Лучше сиди и пиши рапорт. Он снова начал серьезно работать. Ушел с должности замначальника участка. Стал простым лейтенантом, чтобы быть ближе к людям. Слишком он нас любит. Не доведет его это до добра. Постоянно рассказывает про анонимных алкоголиков. К тебе тоже приставал? Хотя надо отдать ему должное. С зеленым змеем он справился. А это тебе не шуточки. Ага. Интересно. Так. Когда тебя нашли, ты накачался валькирией. Был весь в крови. Пытался зарыть куски своей жены и разносчика пиццы на заднем дворе под розовым кустом. Судя по всему, их пристрелили в твоей постели. А в ванной лежит окровавленная бензопила. На орудиях убийства повсюду твои отличат. А ты говоришь, что этого не делал. Нет же, нет. Меня подставили. Я слишком близко подобрался к правде. И они решили от меня избавиться. А вот это ближе к делу. Твоя жена и этот парень хотели от тебя избавиться? Нет, нет. Да, да. Они хотели убить меня, ублюдки. Хотели убить меня и забрать мои деньги. Это была самозащита. Значит, твоя жена противоправно себя вела в постели с разносчиком пиццы. А ты убил. Нет, я никого не убивал. Меня подставили. Разве вы не слушали? Всё, теперь я понял. Твоя жена вступила в коварный сговор с разносчиком пиццы, чтобы тебя подставить. Они застрелились в твоей кровати из твоего ручья. Пошли в ванную, где порубили друг друга на кусочки бензопилой. А потом засели под розовым кустом на заднем дворе, чтобы выманить тебя, накачать валькирии и вымазать кровью. А потом вызвали полицию. Я ничего не... Вот именно так. Я понимаю, что это звучит безумно, но в этом замешаны. Не только они. Всё гораздо хуже. Это всё службы доставки. Они все замешаны. И почтальон. Это всё правительство. Почтальон всё мне рассказал. Значит, нам надо только поговорить с почтальоном, и мы получим все доказательства. Нет, так не получится. Он мёртв. Почтальон мёртв. Думаю, окружной прокурор тебя пожалеет, если ты сразу признаешься, где закопал почтальон. Надеюсь, он не под тем же розовым кустом. Вот видите, вот об этом я и говорил. Вы же не слушаете. Вы не понимаете, как всё серьёзно. Да. Ладно, и как, по-твоему, мне надо поступить? Дать мне ружьё и выпустить отсюда. Я мигом во всём разберусь. Ладно, умник. Повеселились и хватит. Помолчи, пока я запишу весь этот бред. Жесть. Не входить, я занят. Тут некоторые, между прочим, работают. А-а-а-а. Ха-ха-ха. Погнали, наверное, дальше. Что? А теперь продолжение сериала «Лорды и леди». Мама, я пытался удержать его, но он не слушал. Валентин пошёл на скидание с этой... ...глюбницей. Своей любовницей. Эй, ужасно. О, Джек. Эй, мы его смотрим, вообще-то. ...правильно я сделал, что обратился ко мне за советом в такой неприятной ситуации. Мама, скажи мне, что делать? Я всё сделаю. Всё, чтобы спасти наше имя от бесчестия. Хорошо, хорошо. Мой Валентин ослеп от любви к этой вещи. Её нужно остановить. Джек, мальчик, чистота и знатность нашего рода должна быть сохранена любой ценой. Любой, кто на неё посягает, наш смертельный враг. Его нужно остановить... Так, сейчас сохранюсь. Ценой, в честь всех, приёздных. За 10. Ага. Я только отдалял неизбежное. Надо было сесть и начать писать этот чёртов рапорт. Мне нужно было поговорить с Моной. Пока она за решёткой, деваться ей некуда. Камеры были внизу. Так вот, мой парень, придурок и неудачник, целыми днями штаны просиживает и играет в эти тупые игры. Про тупого дико судью и всё такое. Не работает. И на меня внимание не обращает. К сожалению, быть придурком — это не преступление. Нет, нет, это ещё не всё. Я всё объясню. Вот мне это надоело, и я выкинула телевизор в окно. Это мой телевизор. Я могу с ним делать всё, что захочу. Да? Если никто не пострадает. Так я ему и сказала. Мы расстались, но этот псих угрожает меня убить. А это уже преступление. Так ведь? Он до чёрта играл в эти тупые игры. Небось здорово стреляет. По телеку говорят, что держать джойстик всё равно, что держать пистолет. Помогите. Я боюсь, что он меня убьёт. Хорошо, мисс. Присядься и скажи тебе своё имя и адрес. Посмотрим, что мы сможем сделать. Ладно. Ха-ха-ха. Вас поняла. Повторите. Можете уточнить? Хорошо, жду. Хорошо, ой. Так. Я бы не боялась идти домой, если бы там были вы. Давайте я дам вам мой телефон, если вам вдруг захочется защитить кого-нибудь посреди ночи. Ну ладно. Так. Хватит орать. Дайте человеку посидеть спокойно. Я уйду, когда все закончится. Ха-ха. Я хотел уйти, раствориться в ночи, но я не мог этого сделать. Миллер, Брусов, ты сам-то точно не знаешь. Репутация всегда начинается с имени. Это не важно. Когда я раскрою это дело, Миллер, они меня запомнят. Раскроешь ты его, как же? Так и будет. Я все сделаю как надо. В соответствии с духом закона, а не с буквой. Я буду следить за тобой. Ты уже меня подставил. Что тебе еще надо? Интересный поворот. Да, во второй части боя больше локаций выходит. Ага. Ну, ладненько. Так. Привет, Пэйн. Макс Пэйн. Вот это запоминающееся имя. Репутация. Как будто это в работе главное. Ну, смотря какая работа. Репутация врача и копа важнее, чем репутация какого-нибудь уборщика. Понятно. Не такая ответственность. Так, подожди, что это? Ага. Хотите пройти к камерам? Нажмите кнопку около двери и Питерсберг вас впустит. Да? Это Пэйн. Мне нужно допросить Мону Сакс. Извини, Пэйн. Она наверху на опознании. Серьезно? Ну, ладно. Окей. На верху, так на верху. Так, а где у нас комната дознания? Стоп. А. Опознание еще не началось. У меня еще было время сесть и начать писать рапорт. Серьезно? Нам рапорт писать? Все было связано. Убийство Гейта, уборщики, внутренний круг, Винни Ганитти. Надо было только убедить Уинтерсона. Звонил телефон Уинтерсона. Она куда-то ушла. Аппарат Уинтерсон. Лучше позови Уинтерсон, а то она стала нервничать из-за телефонных звонков. Кажется, она беседует со свидетелем в комнате для допросов. Она же имела на тебя виды, да, Пэйн? Говорят, у нее новый любовник. И, слава богу, может, перестанет быть такой стервой. Говорят, она выставила мужа за дверь пару лет назад. И одна растит слепого ребенка. Тут станешь стервой. В общем, она со свидетелем в комнате для допросов. Номер один, спасибо, можете занять свое место. Не торопитесь, они не могут вас увидеть. Посмотрите повнимательнее, не узнаете ли вы кого-нибудь, хорошо? Ага, ладно. Номер два, делайте шаг вперед и прочитайте фразу, которую вам дали. А я не умею читать. Повторите, что сказал номер один. Ну что, я слушала, что ли? Ты всего лишь однорукий бандит. Бред какой-то. Ты всего лишь однорукий бандит. Спасибо, номер два, встаньте обратно. Номер три. Ты всего лишь однорукий бандит. А разве мне не нужно опознавать людей в комбинезонах? Это вас не касается. Делайте, что вам говорят. Вы узнаете кого-нибудь? Да, это номер три. Спасибо. Все, мы закончили. Уводите их. Тогда мы выслышали. Сюда. Подождите здесь. Сейчас вас проводят, только заполнит пару бумажек. Я хотела помочь, но ты меня не слушал. Теперь уже слишком поздно. Я хотел тоже поговорить со свидетелем после Уиндерсона. Это важно. Слишком поздно, Пейн. Я была на твоей стороне, Макс. Но теперь уже все равно. Ты все сделал по-своему. Я занята. Не мешай мне. Детектив Пейн, вы хотели бы что-нибудь добавить? Я уже пытался сказать это другому детективу, но она меня не слушала. Там было полно парней в серых комбинезонах, и они явно не убираться туда пришли. Трудно сказать, кто кого собирался убить, но эта девушка, которую я опознал, и парни в комбинезонах затеяли неплохую перестрелку. Спасибо вам. Это вам спасибо. Хм. Так. Они крепко попали, оба. Пейн был с ней, когда ее арестовали. С кем ты разговариваешь? Это утечка информации. Бравура слишком мягок с тобой. Я сообщила в соответствующие органы то, что им следует знать. Не лезь в мое дело, Макс. Ради твоего же блага. Сначала все было черно-белым, но по пути граница между цветами размылась. Они смешались. Все стало серым. Уинтерсон всегда была выше моих подозрений. Теперь с этим пора было попрощаться. Думаете, у меня приемный час? Если дверь закрыта, то это не просто так. Звоните 555 киски. Понятно. Ладно, идем вниз. Опознание закончилось. Мону снова посадили в камеру. Окей. Это Пэйн. Мне нужно допросить кое-кого из ваших клиентов. Монусакс. Последняя клетка по левому коридору. Монусакс, да? Счастливчик. Я бы тоже не отказался ее допросить. Да, смазливая. Убила кого-нибудь? Поосторожней с ней, Пэйн. Помни про основной инстинкт. Западло, да? Настоящее западло. Вернее, не скажешь. Значит, веду я угнанную машину, а на стоянке я должен забить багажник с стволами на продажу. То есть их у меня пока нет. Если не считать машины, я вполне законопослушный гражданин. Ну вот, короче, еду я забирать эти самые стволы, и тут меня останавливают копы. Вот западло. А я что говорю? Останавливают они меня. Я думаю, копы ли западло. И прикинь, на машину они вообще внимания не обратили. Да ладно? То это и дело. Какая-то акция. Не бей за рулем. Все, что им надо было, так чтобы я в трубочку дыхнул. Да ладно? Точно тебе говорю. Тут я с легким сердцем дышу ее в трубочку. И уже когда все закончилось, когда они уже готовы помахать мне ручкой... Опа! Надо же было одному из копов заметить, что у меня какая-то дрянь торчит из-под сиденья. А что? Пушка, мать ее! Я даже не знал, что она там лежит. Пушка хозяина машины, незарегистрированная. Оказалось, из нее кого-то грохали. Ну не западло. Реально западло. А ты-то за что здесь? Кто я? Я не был за рулем. Вот западло. Ха-ха-ха. Забавный диалог. Господи, опять! Только мы с прошлого раза все убрали! Питерсберг! По-твоему, я похож на уборщика? Простите, ничего не мог поделать. Это все видения, такие жуткие. Мне нужно было выгонять тех, кто с головы. Я видел, все именно так. Вы все умрете. Вы же знаете, это ясно как день. Вы же знаете. Вы же все, все умрете. Я за этим дохляком всю ночь убирал. Ужасная зречь. Ага. А пахнет еще хуже. Вы все умрете. Хотелось бы. Сидь. Макс, вытащи меня отсюда. Ты же знаешь, я не могу. Если я тут останусь, меня убьют. Не слишком мелодраматично. Я тут хуже подсадной утки. Это самый безопасный вариант. Брось, Макс. Каждый из этих копов может получать взятки от внутреннего круга. Тебе ли не знать? Что ты имеешь в виду? Ты же знаешь Альфреда Уодена. Нужны ответы, позвони ему. Он подтвердит все, что я сказала. Ладно, так и сделаю. Мне не хотелось связываться с Уоденом. Надо было позвонить ему, как только я услышал про внутренний круг. Я не права. Мы все умрем. Крывать меня это не просит. Зато она всегда говорит. У тебя сплошные ганнибалы-лекторы. Только бы их наизнанку не выворачивало. Дверь в гараж открывали только для того, чтобы завести преступников в камеры. Служить и защищать Нью-Йорк от блевотины. Иногда меня тошнит от этой работы. Можно позвонить? Позвоните по телефону за дверью. Мне нужно позвонить. Позвоните отсюда. Как вы сейчас пустырбола? На твоих похоронах. Не на что здесь смотреть. Проходи, ничего интересного. Вы позвонили сенатору Альфреду Уодену. Пожалуйста, оставьте сообщение. Уоден? Это Макс Пейн. Надо поговорить. Сдается мне, вы мой должник. Господи, Боже мой! Бомба? Это бомба. Все наверху. Все наверху. Что-то было не так. У меня в голове вертелись слова Моны о неподвижной мишени. Бомба явно была отвлекающим маневром. Стоять! Бросить оружие! Вооруженные преступники около камер. Полицейский ранен. Заткните его! Найдите эту ссупу. Найдите, убейте. Полиция Нью-Йорка! Бросить оружие! Мона оказалась права. Нужно было бежать за ней. Мне нужен был пистолет. Бедные чуваки. Убили чуваков. Так. Но мы будем чуть поумней. Так. Нужно было бежать за ней. Сидя там за столом, я бы ничего не смог найти. Мона растворилась в ночи. Без нее я не мог идти дальше. Я знал, где ее искать. Вот и Влад, а ты не рад? Что-то часто мы друг на друга натыкаемся. Многовато совпадений. Иф, пап. Эй, ты покойник? Сзади лежал костюм капитана бейсбольная бита с огромной головой. На маскарад собираешься? Это, мой дорогой друг, будет троянский конь в войне, который объявил мне Ганьити. Кстати, что новенького? Не высадишь меня у кони Айленда. Внутренний круг, знаешь такой? Напускают на себя мистику. А на самом деле вполне обычная банда. Только участники рангом повыше. Да, я вижу, к чему ты клонишь. Ганьити заключил с ними сделку. А что, Моносакс? Наслышан. Говорят, наемная убийца, да еще и отпадная красотка. Я бы ее трахнул. Мне хотелось ему врезать. Макс, можно тебя спросить как друга? Валяй. Вопрос теоретический. Если ничего не останется, кроме как поступить плохо, это ведь уже не проступок, а судьба. Делаешь, что должен. В жизни все сложнее. Конечно. Каждый при своем мнении. И что я тут делал? Стой. Стой. Давай поговорим. Чего ты так боишься? Чего ты от меня хочешь? Чего я хочу? Мечты Макса Пэйнера. Сигарету выпить, чтоб светило солнце. Забыться и заснуть. Изменить прошлое. Вернуть жену и дочку. Бесконечный боезапас. Право на убийство. Больше всего в ту минуту я хотел ее. Это ты их привел. Наверх, ко мне. Встретим их там. Чи. Сюда. Макс! Так. Ее образ стоял у меня перед глазами. Что за черт? Ненавижу. Ненавижу. Я туда не пойду. Да ладно. Что ты как маленький? Это же как детский поезд ужаса. Оооо. Они гонятся за нами. На помощь. Мы обречены. На нас давали плохо намеленные картонные монстры. Говорю тебе, недоброе у меня предчувствие. Держись за мою руку. И мука тебя не смеет. Мне уже полегче. Да, а че там тупик что ли? Ничего. А ну-ка. Ну да, тупичок. Калашики. Так. Ну, валим тут и через верх. Подожди, а че у нас звук? Ага. Ну, лады. Тватья мать. А надо было вообще спрыгнуть, или? Лучший сериал в мире. Герой гоняется за хейтингом. Так, подожди. А куда нам? Низ, что ли? Топать. Или... Или сюда? Топать. Ага. Тот проход разрушен, да? А значит, наверное, нам... Подожди. А куда-то, да. Че-то я запутался, похоже, да? Да. Подожди. Ааа. Подожди. Если тут тупик... Подожди-ка. А дальше, че? А дальше-то куда, алло? Оу. Ля, реально непонятно. Че за прикол? У меня глюк или что? Аааааааааааааааааааааааа Твою мать друга яда сюда пробраться в смысле где они а дальше куда пофигнём вообще страдаем вопрос на засыпку и пересыпку че за взрыв мона явным образом тут развлекалась вот она там наверху осторожно она снова растворилась в тенях помощь свыше никогда не бывает кто бы говорил кто еще трус макс давай декорациям гаража я тебя пропущу и где гаражи как это ж не гаражи какие гаражи алло вот это спи спокойно старый пёс убык убык у меня был только один шанс и не было времени все обдумать делать было нечего я не мог ждать моно судьба любимая отговорка влада себе я не доверял макс я и забыл про рацию которую дала мона макс слышу тебя я тут прокатился с уборщиками как прибудем на место сообщил макс насчет дависти поговорим позже макс она не поддавалась значит надо было раскрыть дело макс 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 Они сюда пойдут? Ну, естественно. Эй, Эндрю! Эй! Пока, Эндрю, да? Так. Ну, тут тоже можно запутаться. Ага, понятно. Значит, всё тут позакрыто, да? А то, что мы единственное выжили, не считается. Ну, хочешь, я тебе в руку пальну? Ха-ха. В руку пальнёт. Макс, я на месте. Ты где? В здании под снос. На краю площадки. Иду наверх. Я на другом конце. Попробую вылезти на крышу и осмотреться. Потом. У меня тут небольшая заварушка. До связи. Так. Заварушка. Ох, ё-моё. Подожди, а если тут... Лифты вызвать нельзя, или можно? Подожди. Ну? Серьёзно? Ты хочешь сказать, что нужно взрывать эти чёртовые... Да ну нафиг. Да ну нафиг. Вы серьёзно? Да ну она. Рили? Ну окей. Ну окей. И чё? Ага. Прикончите его. Кого? Прикончить. Меня, что ли? Хе-хе. Фак ю. Спилберг. Тихо. Что он там пытается сделать? Мой перерти. Какой положитель. Прикончить. Бэн. Хе-хе. Что он там пытается сделать? Я не знаю. Я себя не знаю. Что он там пытается. Ребят, у вас тут ничего не открывается, нет? А я-то думал Что что-то открывается Ну да ладно, чё Ё-моё Ну и многоходовочка тут Вот сукин сын Лежит рядом с фургоном стули во лбу Спорим, что ублюдок, который его пришил, ещё в здании Будем надеяться Да, у нас гость Убейте его Прекрати Стоп, а чё они снизу по... Не понял А чё они отсюда повылезали? Чё за прикол? Это ж обходной нафиг путь, а чё делать-то? А? Сюда, что ли? Всеми цветами, кроме зелёного И что это, чёрт побери, значит? Может, символизм такой? Вроде того, что ты... Хе-хе-хе, зелёный новичек Он сказал, что я не использую зелёный Все цвета, кроме зелёного А он имел в виду, что ты... Макс, бей... Макс, бей... brain А где еще один гад? я спрятался сучара так ладненько хренеть вон там твою мать пока аню упал так ты же понимаешь это типа только через наши трупы у нас не прошли гостя может они один и не один из них не должен пройти мимо нас живым а куда топает так подожди ка вот сказал что гоните устранял конкурентов может поэтому уборщики напали на мастерскую влада комнате было полным полно левого оружия на целую армию хватило бы эти парни неплохо закупились на целую армию профи ничего не скажешь и чтобы это могло значить хреново знают что это могло значить вон там делайте его трос держать себе они там а куда валить то тогда серьезно а подожди ни хера сяра расклад подожди и чё еще раз лифт вызвать что ли а украины в 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 уборщики сбросили кожу это была их территория и мне нужно было больше маскироваться так а куда валить сюда что так подожди как всегда все что мне нужно знали убиты и не отмалчивайся наоборот они были на редкость красноречивые только дай им волю будут говорить без конца спать не дадут своими рассказами трупы свидетельство всех преступлений уборщиков ответы на все вопросы за месяц не перелопатить мона не думай что я спятил но мне нужно чтобы ты вызвала сюда полицию точно так я же в бегах макс только что смылась из кутузки но мне правда очень мона это уборка заставила меня задуматься никогда не сейчас все рванет к черту вот что так у нас тут все по закону жанра до серьезно через окно самый запоминающий уровень блять так весело надеюсь что нам сюда бля пиздец полный сейчас происходит бля пиздец идиот пиздец бля пиздец а а а блять что ли блять 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 они прям возле ловушек стоят придурки блять просто а чё вниз реально блять а куда а пока м 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 Макс, ау, ты меня слышишь? Макс! Макс! Отвечай, Макс! Мона! Мона, Мона, Мона! Макс, я на месте. Ты где? Здание под снос. На краю площадки. Иду наверх. Я на другом конце. Попробую вылезти на крышу и осмотреться. Потом. У меня тут небольшая заварушка. До связи. Ну, ладно. Ладно, мы тут накрываемся, таская эти ящики, потому что здание скорость несут. А что нам делать с телами? Они что, должны в воздухе раствориться, когда здания взорвятся? Непорядок! Босс разберётся. Уж доверься его злому изощрённому уму. Ну вот мы играем, получается, за Мону. Вот. За Моночку. Так. Нет, не сюда. Ага. Хм. Где эти черти-то? Серьёзно? Ни хрена себе, после одного выстрела тебя не... Чувак, это не это? Не при... Не при... Не припрыгло? Ни хрена себе, блядь. Они живучие. Только звук выстрелов сносится? Офигеть. Ни хрена себе, блядь, живучие нахер. Мало того, что они бесячие, так они чуть живучие. Блядь. Пиздец, конечно. Огонь на про... Чёрт! Ах, ты сука. Ты трус! Трус! Кто ещё, блядь, трус? Пиздос. Блядь. Бать живучие, а не я ебал. Откуда они, блядь? Выкрой меня! Нагонное отражение! Всё, блядь? Снайперка закончилась, да? Калашку, блядь. Да, блядь. Где этот еблан? Да, блядь. Что это за пузыка рука? Блядь, а я не собирался скрываться, прикинь? Ёб твою мать. С хера ли мне надо было скрываться, мужик? Где моя любимая снайперка, блядь? Так. Фух. Это было немного потненько. Так, а 60 минут за час, значит, ещё нормально. То есть, 70... Короче, ещё нормально, да? Эти парни неплохо закупились на целую армию. Профи, ничего не скажешь. А вот мне так не кажется. О, детка! Давай, детка, давай! Один взгляд на босса, и бац! Снежная королева делает вот так. Она хочет босса. Сильно хочет. О, да! Двигайся, детка! Двигайся! Да, забавно. Точно. Забалки. Вот балбес. Тросс! Снежная королева делает вот так. Прекрой! Прекрой! А-а-а! А-а-а! Мона, не думай, что я спятил. Но мне нужно, чтобы ты вызвала сюда полицию. Точно ты спятил. Я же в бегах, Макс. Только что смылась из кутузки. Но мне правда очень... Катись ты. Придулок. Точно. Не дайте руки! Ага, вот и окно. Да ёб твою мать! И чё нам делать? А куда дальше идти, к другому окну? Бля, попец какой-то. Стоп, чё? Серьёзно? Конец, не помер. Подожди, а куда нам? Серьёзно? Что я? О, мать, подожди. Макс, Макс, что происходит? Макс, Макс. Это было не первое моё падение за эту ночь. И всё же оно было лишь при людьми. До самого дна оставалось падать ещё долго. Туда, бегом. Макс, гости. Мона, тебе придётся позаботиться о них. Мне нужно время. Я не мог жить без неё. Стоп! Стоп! Да, подальнику Стоп! Я снова в деле Попробуй попасть внутрь и найти меня Попробуй Не выйдет дверь заката Он за л är Не двигаться через двор в другой двери Прикрой меня Третье Мне сложно отсюда целиться. Я пройду обратно через здание, чтобы занять позицию получше. Я никуда не тороплюсь. Что, поболтаем еще немного или может я пойду? Так я и думаю. Ну, вот в какой стороне мне нужно идти. Дела были плохо. Единственная надежда была на то, что Мона найдет место с видом на двор и успеет убить этих Командос. Блин, а реально с такого окна я их уебу. А, все, ясно, видел. Только почему-то там закрыто, блядь. Подожди. А куда? Я, конечно, повторяюсь, но они зажали меня в угол. Поняла. Я пойду к лесам на другой стороне двора. Дрожь! Макс, я на месте. В дверь мне ничего не вышло. Здесь есть ворота в соседний двор. Попробуй у них. Ладно, я проберусь через здание и встречу тебя там. Мона, я нашел кое-что, что поставит меня на ноги. Макс, я нашла дорогу, да? Должно быть, Мона тоже слышала сирены. Вряд ли ей это понравилось. Черт, тебя побери, Макс. Я же просила тебя не вызывать копов. Пока, снайпер. Но это, наверное, не он. Не он вызвал копов, поэтому... Макс тут ни при чём. Как лейп, Мона. Дальше в полонах сядут. Плохая новость. Здесь первая дверь тоже заперта. Очень плохая новость. Команда срады меня видеть. Я иду на второй этаж. Я тебя прикрою. Это, наверное, самая нудная миссия. За всё время Макса Пэйна. Заперта. Тут уже двери кончаются. Есть ещё одна через двор. Без прикрытия мне туда не добраться. Хорошо, оставайся на месте. Я найду позицию с другой стороны двора и скажу тебе. Если она не доберётся до другой стороны двора, меня убьёт. Всё было просто. Просто как две копейки, да? Чё, блядь? Чё, блядь? Чё, блядь? Чё, блядь? Ладно, поехали. На старт. Внимание, марш. Взрыв, побежал. Толпа беж... Ну, там будет открыто или нет, Макс, блядь? Проверяй. Заперто. Остался последний шанс. Из двора ведут еще одни ворота как раз по тобой. Встретимся на той стороне. Слушай, Мона, там в павильоне ужасов ты хотела поговорить о том, что случилось? Да. Нуи. Что Нуи, Макс? Повтори, ты попадаешь. И все, команда. Мона, ты не могла быть? Макс, Макс, выйди на связь. Ты меня слышишь? Понятно, куда нам топать. Пошел ты в жопу. Туда и отправляйся. Попусть меняет. Че, блядь? Вопрос в другом. Откуда они появились? Тогда понятно. Так. Ага. Сирены затихли. Мона должна быть рада. Другое место, другой срочный вызов. Та, блядь. Сучка. Та, блядь. Та, блядь. Это что, обратно, что ли, потопал? Да. Огонь, огонь! Чё ты хайк? Хайк! Огонь, огонь! Огонь! Нифига, если у них тут это... Да ебать, чё так чётко-то... Огонь, огонь! Огонь, огонь, огонь! О, я на краю этой ямы, я вижу выход. Я на дне ямы, сейчас найду, как подняться. Хорошо, команды не хотят, чтобы мы уходили. Попытаюсь... Ну, наверх, наверное... Сюда? Наверх или как? Подожди-ка... И... Чё за... Подожди... Так это не тот верх... Чё за наёбка? Подожди... А-а-а-а... А-а-а-а... Мона! Команда, самая саморачивая... А-а-а-а-а... А-а-а-а... А-а-а-а... А-а-а-а-а... Я нашла лифт, поднимаюсь. Да, лифт вижу, сейчас подойду. Уборщики ушли, наверху всё чисто. Стрелять – это всегда выбор. Либо ты жмёшь на курок, либо нет. Стойте! Стойте, подождите! Макс, не мешай, ты только всё портишь. Тебя отстранили. Она одна из них. Она здесь, чтобы убить меня. Я исполняю свой долг. Она в розыске, я приказываю ей сдаться. Она сопротивляется, я стреляю. С той же неизбежностью, с какой пуля раздирает тело и кости жертвы, тот, кто спустил курок, разлетается на сотню осколков. Спокойно. Назад, Тейн! Вот что я вижу, оглядываясь. Эти минуты, словно слепящий снег. Я погиб и ожил изменённым до мозга костей. Нет, Мона. Уинтерсон! Стреляй! Сюда! Скорей! Ступай, беги! Силь! Мона! Эй, не спешись! Аааа! Аааа! Детектив Гуиндерсон! Она ранена! Он упал вниз! Закон ямы. Не важно, сколько времени карабкался наверх, обратно слетишь в один дик. Детектив Гуиндерсон! Детектив Гуиндерсон! Глюки, блин, Макса. Пэйна. Так. Ага, за ней типа. Ну топаем, че. За ней. Так. Думай, че ты тебя потери. Думай. Думай. Так, подожди. Я все могу понять. Я все могу объяснить. Я все могу исправить. Думай. Думай. Я вам убил. Мою животу. Моего ребенка. Я застрелил. Я закопал их в саду под розовым пустом. Я раскаиваюсь. Я очень, очень жаль. Будьте так жаль. Будьте так жаль. Думал, что я полицейский. Я думал, что я пациент. Я думал... Кто я? Кто я? Я думал, что я влюблен. Ммин. Ма-мэл. Ма-мм. Ма-м-м. Тааа. Неха-м. Ма-м? Ма-м? Ма-мм. Стойте, стойте, подождите. Макс, не мешай, ты только всё портишь. Тебя отстранили. Она одна из них. Она здесь, чтобы убить меня. Я исполняю свой долг. Она родственная. Я приказываю ей сняться. Она сопротивляется, я стреляю. Спокойно. Назад, Тэн. Нет, Мона. Нинтерсон. Детектив Уинтерсон, она ранена. Он упал вниз. Так. Низь, она. Сюда, походу, да? Ты дашь значок. Найди, кто это сделал. Бэй. Так. Окей. Макс, она убийца. Макс, она хочет убить нас. Назад, Тэн. Она одна из них. Макс, это твой долг, как детектива. Долг? Это самое главное? Слежим поздно, Макс. Ты арестован по подозрению в убийстве. Я делаю это ради тебя, Макс. Я могу избавить тебя от этого. Всего одна холер. Ужас. Ага. Приходишь в себя, в другом раздром, который сам устраивает. Что делать? Лежать, зажмурившись, не шевеляйся, надеяться, что помрешь. Или выбираться, спасать близких, тушить пожар и исправлять положение. Последнее предупреждение. Вы окружены. Бросайте оружие и выходите с нами с поднятыми руками. В сказке про спящую красавицу все было совсем не так. Все экипажи на месте и в готовности. Принц не затем ее целовал, чтобы разбудить. От столетнего сна не просыпается. Ладно, парни. Сейчас заходим. Будем брать штурмом. Все наоборот. Он ее целует, чтобы самому проснуться от кошмара, который заберет. Больница. Когда я сегодня очнулся в больнице, то думал, что хуже некуда. А теперь к тому, что было дальше. К телу Уинтерсона в морге. Я убийца. Убил полицейского. С некоторыми чувствами ничего нельзя поделать. Я достаточно провалялся на дне ямы. Слишком долго. Оставайся! Бежать тебе некуда! За мной пришли командосы с компанией уборщиков. Мне был нужен пистолет, чтобы пройти мимо них. Я надеялся, что болеутоляющее поможет мне продержаться на ногах. Халер, это Митчер. Да. Да, я почти достал его в холле. Нет, он удрал. Да, я задел несколько газовых баллонов, когда стрелял в него. В морге. Я его загнал тут в угол. Хорошо, давай побыстрее. Подбой. И чё, она где? Он удаляешь неиздежный. Рано или поздно мы всё равно войдём. Ну вот теперь ты получишь, Мэйн. Какой ты тухой. Ты же был там, в безопасности, не до ума. Я тебя достану. Далеко тебе не уйти. Так, а где же тут патроны? Не здесь. Так, 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 а где? Твою мать. Труп. Да в смысле? А где патроны-то брать? Где он? Отсюда ему не выйти. Я постую возле двери, чтобы он не выбежал. А ты найди его. Неплохой план. Служба хаме. Стоять на месте. И рвать оружие. Опа. Это кто? Пистолет убитого охранника валялся в двери. Ага. Пистолет убитого охранника, значит. Так. Ладно, интересно, как получается. Значит, отсюда, да? Что? Бравура был живучим упрямцем. Мне нужно было выиграть для него время. Увести Командос из больницы. Серьезно? Нифига себе, они живучие твари. Сериал «Адрес неизвестен» продолжается. У тебя в мозгу опухоль. Она сводит тебя с ума. Мы вынуждены действовать решительно. Фальшивые врачи пытались запутать меня. Говорили, что это я, Джон Зерка. Накачивали меня наркотиками. Нет, нет, не смей, отдай. Ох, вырвался. Вернулся, вернулся, лежите. Нет, нет, не смей, отдай. Все хорошо. Успокойся, успокойся. Просто дай сюда. Вот, молодец. Я был в сознании, но все еще отурманен наркотиками. Нужно было бежать и не дать им остановить меня. Смерть приближается. Она приближается, приближается. Уходи сюда. Блазь, блазь. Угу. Продолжение следует... Продолжение следует... Так... Продолжение следует... 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 Диана! Диана! Куда она? Диана! Она где-то рядом! Смотри, Диана! Она где-то здесь! Я ее не вижу! Диана! Остановите его! Это тёлка Кильдерслим, которая боссу руку прострелила! Она за ним пришла! Остановите их! Ты сты... Чёрт! Так, а мы там всё обыскали и что-то там есть? Даже не как-то... Да, нет. Ничего тут нет. Похоже, это единственный проход. Вот. Высший. Ладненько. Я думаю, на этом мы закончим. Я думаю, в принципе, нормально сегодня. Поиграли. Так, подожди. Получается... Можно первое сохранение перезаписывать. Почему нет? Ну, в общем, всем спасибо за внимание, что посмотрели Макса Пэйна. Мы в следующий раз приступим отсюда. Тем спасибо за внимание. С вами был Казуку Фэмили. Всем до скорого. Всем удачи. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok